Всем привет, с вами Игорь, мы с SKS Undeadwood. Сегодня я покажу как сделать своими руками простую скамейку из сосновых досок. И конечно же здесь ничего сложного нет, простая склейка соснового щита, ножки, чуть-чуть обвязки и скамейка готова. Для начала нам необходимо напилить доски нужного размера. Я использую сухую столярную не обрезанную доску. Нарезаем доски по 10 сантиметров, а потом уже можно будет отстрогать, потому что в рейсмус такая толщина не влезет. Отпилили доски, потом распиливаем их под нужный размер, то есть вдоль делаем такой пропил и отрезаем не нужную толщину, так скажем, подгоняем. Уже можно будет напилить рейки, которые, ну так, бруски, которые пойдут для склейки щита. Но я рекомендую сначала прогнать все это через рейсмус выровнять, а потом уже напиливать. Тогда будет щит ровный. После того как мы напилили все бруски, можете приступать к склейке. Но для начала я все прогнал через рейсмус, выровнял все доски, подогнал толщину. Перед этим я наточил хорошо лезвие у станка, потому что они уже все затупились. Были у меня такие доски, которые были с гвоздями, которые были с бетоном и вот мне пришлось потом поменять лезвие. То есть наточить их и уже поставить обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и приступаем к склейке щита. Для этого наносим клей, кисточкой, можно валиком, можно и тюбиком. Я решил использовать обыкновенную кисточку. Промазываем клей с двух сторон, стягиваем струбцинами. Я действовал по такому типу, да. Сначала склеил одну часть, потом вторую, потом их соединил все вместе. Естественно клей обязательно. Вот. Так же поперечные струбцины, чтобы щит никуда не свернул, не сложило. После высыхания снимаем струбцины с обоих щитов. Ну, сначала проклеим оба щита на струбцины. После высыхания примерно 2-3 часа и склеим их вместе. Получаем один единый щит. Пока сохнет, я решил прошлифовать все ножки, которые будут в будущем. А пока это обычные доски. Шлифую 80-м зерном, потом 120-м. И уже потом можно чуть побольше. Так же снимаем и фаски. Можно и фрезером. Можно и вручную. Можно и шлифмашинкой. Как хотите. Дальше. После высыхания струбцины с щитов и прогнал их через резус. Обязательно. Потому что заморачиваться с этой шлифовкой вручную, это дело бестолковое, потому что это и криво, и некачественно. Проще вот прогнать их через резус. Если он у вас имеется. Если же у вас нет, то можно пробовать рубанком. Можно пробовать и ручным рубанком, и электрическим. Можно и пошлифовать, как хотите. В принципе, я решил вот влезнуть этот вопрос. Обязательно две стороны. После окончания этой работы уже приступайте к склейке этого щита. Но его уже пригонять через резус не получится, потому что там он уже широкий, и он не влезет в него. И просто можно обычным рубанком, стамеском, стамеском будет неправильно. Можно просто пошкурить эту середину, снять этот клей и убрать. Можно и аккуратненько влезать и без шлифовки. Аккуратненько клей вытерли, подогнали, и все идеально. Здесь я решил по тюбикам, без кисточки. И так же стягиваем фрубцинами. Здесь не обязательно делать много поперечных вот этих вот, которые, да. Можно сделать две или одну даже. Ну, будет достаточно этого. Продолжение следует... Ну, и потом приступаем к изготовлению ножек скамейки. Для этого под 45 градусов отпиливаем доски, торцуем. Получается, две доски с обоих сторон, это обе стороны под 45 градусов, а остальные четыре только с одной стороны. Запомните это, потому что потом запутаетесь и уже придется делать новую ножку. Потом отпиливаем под небольшим углом такую кромку или фаску, как это назвать. Я использовал обычную циркулярную пилу. Потом прошкурить обязательно, потому что этот спил, он не очень-то и ровный. Наносим клей и стягиваем саморезами, либо гвоздями, но гвоздями это вообще непрочно будет. Можно, конечно, фрубцинами, но вот все-таки лучше сделать на шурупы. Ну, лишь на саморезы, как вы хотите. Я посырелил отверстия небольшие и просто прикрутил. Аккуратненько стереть, потому что она уезжает от доска. Мне пришлось с этим повозиться немного. Я не стал закручивать до конца, потому что чем сильнее начинает затягивать, тем больше начинает уезжать. И я вот буквально чуть-чуть ее подтянул. Потом, когда после высыхания она уже высохнет от ножка, я подтяну еще больше. Дальше приступаем к изготовлению обвязки. Она у нас будет с двух сторон скамейки, спереди и сзади. Для этого используют ножовку и делаю вот такой паз, так называемый. Для начала я карандашом отметил линию среза. И уже обычной ножовкой отпиливаю. Можно с тамеской подровнять, можно вот такой вот наждачкой. Снимаю стисков и дальше я уже приступил к шлифовке щита. Здесь тоже мне пришлось повозиться, потому что вот эти вот линии от ресмуса, они остаются, эта неровность, она вся видна. Потом, после покраски, это будет еще виднее. И вот мне пришлось повозиться с этим, чтобы убрать всю эту неровность. Потом я начал торцевать щит с четырех сторон. Использую обычный уголок и отпиливаю циркулярной пилой. Ну и в принципе, тут я решил использовать шканты. Потому что с ними будет в сто раз прочнее, чем делать сюда на шурупы, гвозди и так далее. Или просто на клей. Сначала я просверлил сверлом примерно на 10 на 8. Зависит от шкантов, какие у вас. У меня вот где-то на 10 миллиметров. Наносим клей в паз, так скажем, в такой вот срез. Здесь тоже наносим с этой стороны. И просто подставляем ее. Соединяем, состыкуем с отверстием, которое мы просверлили в ножки. И вот в этой вот рейке. И забиваем туда шканты. А потом уже, по желанию, ну я это сделал для особой прочности. Я уже закрутился саморезом туда, вот именно рядом со шкантом. Чтоб конструкция не ходила. Обязательно вытираем клей, потому что потом прошлифовать уже это дело не получится. Потому что после высыхания я положу на эти рейки щит, который мы склеили и отторцевали. Он прикрепится с помощью саморезов к этой вот обвязке. По углу все выставляем обязательно, потому что если вы этого не сделали, по углу, все будет криво, щит не встанет и придется все переделывать. Зашкуриваем вот эти вот шканты, которые вылезли, которые не добились. Намазываем. Наносим клей поверх рейк. Прикладываем щит и прикручиваем саморезами. Дальше уже по желанию выбирайте цвет морилки. Я использовал белый. Наносим морилку на лавочку эту, камейку, как она называется правильно. И уже после я использовал паркетный лак полуматовый. Нанес в два слоя. Он на водной основе. Покрывается легко. Просто без всяких усилий. Ну и лавочка готова. Камера Ансей Камери ДИНАМИЧНАЯ Субтитры сделал DimaTorzok Ссылочка в описании